Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своей радостью, своей завершенной работой. Это моя первая работа от фирмы Миробилия. Впервые я ее вышивала и, конечно же, мне было очень-очень интересно. Вы сразу уже можете видеть мою готовую работу. Надеюсь, что вам более-менее так хорошо видно, потому что, по моему опыту, эта работа совершенно не любит фотографироваться и сниматься в видео, похоже, она тоже не очень любит. На самом деле здесь очень большое количество бисера, здесь все очень нежно и изящно, именно поэтому, скорее всего, через камеру, через фотоаппарат детальки, все нюансы не передаются. Итак, это елочка от фирмы Миробилия, как я уже сказала, Christmas 3 2007, лимитированный выпуск, дизайн Nora Corbett. Вот такая чудеснейшая елочка. Такая вот схемка была. Этот набор мне подарила моя зрительница, за что ей большое, просто огромнейшее спасибо, потому что я, наверное, еще долго бы решалась попробовать что-нибудь вышито в Миробилии. Учитывая то, что я не вышиваю, как правило, редко, скажем так, вышиваю людей, то есть всевозможные королевы, принцессы, русалочки, это не совсем мое. Они красивые, они очень нарядные, но вот именно вышивать меня как-то их не тянет, скажем так. А вот елочка, это совершенно другое дело. Елочка мне очень симпатична, она мне всегда нравилась, и она нравится мне своей такой некой необычностью, нежностью. То есть елочка с голубями, такое, в общем-то, не часто увидишь. Ну и давайте я попробую показать вам все-таки немного поближе. Вот, я думаю, сейчас вам видно, какое здесь большое количество бисера. На самом деле, большая часть бисера, как мне кажется, сконцентрирована именно в верху, вот в верхушке в этой то ли звезде, то ли снежинке на елочке. Здесь, конечно, очень-очень много разного бисера, и жемчужного белого, и такого полупрозрачного зеленого, и металлизированного серебряного. Ну и, конечно же, вот эти крупные-крупные голубые бусины тоже. Они присутствуют не только в верхушке, но и по всей елочке. Такая вот красавица она у меня получилась. Ее, конечно, здорово рассматривать, когда на нее падает свет, ну, достаточно такой яркий свет. При этом, правда, очень сильно искажаются цвета. Опять же, если мы берем видеосъемку или фотосъемку, вот, цвета сильно искажаются. Сейчас я вам еще вставлю слайд-шоу, буду рассказывать, а вы сможете все-таки еще детально поразглядывать, как и что здесь выглядит. В принципе, елочка вышивалась достаточно легко. Первый, наверное, день-два, первый день-два я привыкала. Привыкала к ниточкам, привыкала к тому, что каждый крестик здесь нужно закрывать отдельно. Я не первый раз вышиваю уже нитками ручного окрашивания, и когда мне приходится закрывать каждый крестик отдельно, но все-таки обычно, да, более такой привычный формат вышивки для меня, когда вышиваешь рядами. Здесь же нужно было немножечко настроиться на эту работу, на этот процесс. Но вот буквально после пары дней, когда я уже привыкла к схеме, привыкла вот к этому способу вышивки, дальше, в принципе, вышивалось все достаточно легко. Я не могу вам сказать точно, сколько дней у меня ушло на вышивку крестиков, потому что, как обычно, я не записывала. Но вот на вышивку бисера, пришивание бисера у меня ушло три дня, точнее говоря, наверное, три вечера. Ну, таких достаточно плотненьких вечера. Потому что бисера здесь очень много, просто огромнейшее количество. И самым сложным было пришивать бисер именно в верхней части работы, вот эта верхушечка, потому что он здесь как бы так рассыпан, да, бисер немножко в стороны. И, конечно же, вот эти одиночки, их пришивать было сложнее. Ну, точнее говоря, не пришивать, да, отсчитывать было сложнее, потому что вышивка выполняется на льне. И считать здесь, конечно, такое не самое приятное занятие. Но, тем не менее, я начала как раз именно сверху пришивать бисер и шла вниз. И поэтому, когда я уже сделала верхушечку, дальше вообще все было достаточно легко и просто в плане пришивания бисера. Я весь бисер, стандартный весь бисер, пришивала полукрестом. Крупные бусинки я пришивала крестом. Я, честно говоря, даже особо не задумывалась, почему так. Я просто посмотрела на обложку, мне показалось, что там пришито именно таким образом. Может быть, я и ошибаюсь, но вот мне почему-то показалось именно так. Я попробовала и решила, что, в принципе, да, хорошо, пусть будет так. Так и пришивала. Бисер я пришивала мононитью. Изначально думала пришивать специальной белой ниткой для бисера, но потом решила, что у меня основа не белая, поэтому белая ниточка, она будет заметна. Тем более, вот здесь в верхушке бисер, вот такой вот он серебряный металлизированный, то есть, скажем так, серым, да, он немножко смотрится. Основа тоже не белая и белая ниточка, мне показалось, здесь будет не очень к месту. Ну, возможно, я как-то придираюсь, и бисер пришитой ниткой, он тоже хорошо смотрелся бы. Но я, в общем-то, достаточно хорошо отношусь к мононите. Я спокойно ей вышиваю, что-то делаю, то есть, у меня нет к ней какого-то негатива, она у меня особо не путается, ну, не более, чем любые другие нитки. Поэтому я решила, что мне будет удобнее пришивать мононитью, причем мононитью в две нити я пришивала. Что любопытно, во время пришивания бисера я заметила, что в нескольких местах, причем так не одно, два, а, наверное, пять-шесть где-то мест было, где я пропустила крестики. Но так как я оставляла промежутки для бисера, у меня, в общем-то, не вызывало никакого смущения, что у меня где-то что-то не вышло, какие-то места пропущены. Я, видимо, предполагала, что это у меня все оставлено для бисера, а по факту получилось, что пропустила где-то один, в основном по одному крестику где-то пропустила. И в одном месте там просто забыла вышить. Такую небольшую группу крестиков пришлось дошивать. Там же, где я пропустила по одному крестику, я в некоторых местах, где это было важно для рисунка, я, разумеется, эти крестики вышила. А там, где это было не принципиально, где-то там посредине елочки у меня почему-то оказался крестик пропущенный, я просто туда пришила белый бисер, потому что этот белый бисер, он равномерно по елочке тоже рассыпан. И одной штучкой больше, одной меньше, это не принципиально. Вообще вышивать эту елочку мне понравилось. Как я уже сказала, крестики у меня шли достаточно легко. Вот спустя два дня после начала вышивалась она замечательно, и бисер, в принципе, пришивать мне тоже понравилось, это было интересно. Единственный такой момент, что белый бисер мне показался более толстеньким, да, что ли. И здесь есть такие участки, где нужно пришить в ряд, допустим, там 5-6 бисерин, и они у меня с трудом помещались в отведенное для них место. Поэтому я для себя сделала такой вывод, что если что-то вышивать, вот какие-то меропельки еще вышивать, то нужно обязательно вышивать на 28-м каунте, то есть как в данном случае у меня 28-й каунт, и ни в коем случае не заменять на более мелкий, потому что иначе будут большие проблемы с пришиванием бисера. Ну, это я просто так для себя делаю вывод, потому что у меня есть такая тяга уменьшать каунт, поэтому я просто вот так для себя галочку поставила, то есть это отметила, что здесь вот из-за бисера все-таки лучше именно вышивать на 28-м каунте, ну, либо менять бисер на более мелкий. Ну, и давайте немного по материалам, да. У меня весь процесс был организован вот в такой папочке, конвертик, собственно, как мне пришел наборчик вот в этом конвертике, так я им и пользовалась. Также у меня и схемка здесь лежала, но, разумеется, только вышивка была отдельно. Так, давайте, наверное, сначала по бисеру. Бисера здесь было 4 цвета стандартного бисера Милхилл стандартного размера. Ну, какой он там, 11-й или 10-й. Сейчас задумалась, просто увидела, что написано на разное количество граммов на каждой упаковочке, то есть, например, вот этого светло-зеленого 4,54 грамма, вот такого металлизированного 2,63 грамма, здесь 4 грамма ровно, а белого 2,63 тоже. Не знаю, с чем это связано, возможно, просто какой-то бисер более тяжелый, какой-то более легкий, может быть и так. Вот этих трех цветов было по одной упаковочке, и, как вы видите, довольно много осталось, ну, разве что вот этого поменьше осталось, несколько. Но вот этих зеленых оттенков довольно много осталось, потому что они используются, ну, так сказать, не во всей елочке. То есть вот этот, например, цвет, такой полупрозрачный зеленый бисер, он используется именно в верхушке, то есть именно в верхней части, ниже на самой вот елке он не используется. А вот этот же светло-зеленый цвет, наоборот, он вверху не используется, а вот на самой елочке как раз вышивается именно им. Вот этот же серебряный, он используется на всей елочке, но так, местами, то есть его может быть не очень большое количество, ну, хотя, наверное, не меньше, чем вот этих зеленых-то точно. И белый бисер, таких упаковок было три штуки, и осталась у меня вот одна, ну, и то здесь осталось очень много, и реально я вот переживала по поводу этого белого бисера, ну, не то, что прям сильно переживала, но так как-то меня немного настораживало, что еще вроде бы мне довольно много вышивать, потому что вот здесь внизу достаточно большое количество белого бисера используется, как, впрочем, и на всей елке его используется очень много, и я видела, что он у меня уже подходит к концу, и немножечко опасалась, но всего мне хватило, я, честно скажу, что несколько штучек бисера разных цветов я потеряла, но в общей сложности, может, штучки три где-то у меня упали и затерялись. Так что мои переживания оказались напрасны, всего замечательно хватило. Что касается вот этого бисера крупного, это шестерка, ну, прям такие уже бусины, да, можно сказать, голубые, их, как вы видите, осталось очень много, потому что, ну, их здесь пришивается, конечно, гораздо меньше, ну, я думаю, что не больше 20 штучек там есть, скорее всего, меньше, вот, поэтому с ними вообще вопросов никаких не возникало. И по ниткам. Специально не выкидывала пустые эти этикеточки, хотя, конечно, тут в схеме написано количество необходимое. Я пользовалась вот этими нитками так, как они есть. Единственное, что я разматывала, да, то есть они изначально шли вот в таком формате, сложенные пополам и привязанные к этой этикеточке, а я, соответственно, раскручивала и снова привязывала к этой же этикеточке. Верхнее отверстие привязывала хвостики оставшиеся. Ниток тоже всех хватило, но что меня немножко удивило. Некоторых ниток использовалось достаточно немного, то есть вот этих цветов было вложено по одному моточку, и их, как вы видите, довольно много осталось. То есть прямо здесь получился такой очень и очень хороший запас. Кстати, хочу сразу сказать, что я первый раз вышивала этими нитками Classic Colorworks, и мне они очень понравились. То есть они вот приятные, именно приятные в использовании, как-то по ощущениям, по тактильным. То есть, например, когда я вышивала набор нитками ручного окрашивания от Совиного леса, там у них финка, нитки окрашенные, мне они гораздо менее понравились именно по тактильным ощущениям. То есть так в целом нитки хорошие, но как-то вот в руках не так их приятно держать, что ли. А вот эти мне понравились по всем параметрам, и они хорошо ложатся, и они не крутятся, не путаются, и на ощупь они вполне себе приятные. И единственный, может быть, их недостаток, это то, что они не стойкого окрашивания, и на них написано Not Colorfast, и поэтому работу ими вышитую стирать нельзя. Это вот такой вот небольшой минус. Так, что меня удивило? Вот этих ниточек, которые, условно будем говорить, белые, да, их было два моточка, один у меня полностью закончился, и от второго, в принципе, я достаточно прилично, по-моему, взяла. Ну так, не сильно много, но все-таки использовала. Вот эти нитки, и в сливс, их было тоже два цвета, ой, моточка. И, в общем-то, такая же ситуация, аналогичная с белым, хотя, нет, я вот из второго моточка взяла совсем-совсем чуть-чуть, совсем немного, не хватило мне одного моточка. Дальше, вот этот темно-зеленый цвет, его было три наборе, и два моточка я использовала полностью, третий, ну так, начала, тоже не очень много от него взяла, но, тем не менее, без него бы ничего не получилось. И вот, собственно, подходим к тому, что меня удивило. Вот этого цвета, Creeping Jenny, такой вот он, желто-зеленый, тоже было вложено три моточка, и это соответствует тому, что указано вот в ключе, то есть здесь указано, что три моточка, но при этом у меня ушло меньше одного мотка. Как вы видите, вот эти два я даже не раскручивала, они как были, так и остались, то есть полностью неиспользованы. И вот сколько у меня осталось от одного моточка, вот это меня удивило, почему такой большой запас по этому цвету, ну, с моей точки зрения, странно. Может быть, предполагалось, что им нужно пришивать бисер, ну, хотя здесь ничего такого не написано. Здесь написано, пришивайте бисер в одно сложение полукрестом, используя нить, сходную по цвету с бисером. То есть здесь, видимо, предлагалось пришивать белый бисер, соответственно, белой ниточкой, а зеленой ниточкой. Но даже если бы я пришивала зеленый бисер каким-то зеленым цветом, я бы точно не выбрала этот, потому что, на мой взгляд, этот цвет к этому зеленому бисеру не особенно подходит. Вот. То есть в общей сложности всех материалов хватило. Хватило достаточно с хорошим запасом, переживать особенно не пришлось. И материалами я довольна, потому что ниточки, как я уже сказала, мне понравились. Бисер Милхилл мне всегда нравится. В общем-то, к нему придраться сложно. Он весь ровненький, хороший, красивый, аккуратный. Мне попалось несколько бракованных бисерин. Но на весь объем, сколько я вышла, может, штучки две, по-моему, было. Именно бракованных, то есть каких-то неровных прям сильно, которые я выкинула. Ну, что еще вам рассказать по поводу работы. Вышивала елочку я на небольших куснопах, но относительно небольших. По этой причине бисер сразу я пришивать не стала, потому что иначе при переставлении рамы он бы попадал под зажимы. И поэтому я полностью сначала вышила крестики. После этого я, не стирая работу, так как эти нитки нельзя стирать, прогладила ее с изнанки, очень хорошо смочив основу. И, в общем-то, у меня все хорошо разгладилось, все было замечательно, изумительно. После этого я поставила работу на большие куснопы. Если вы присмотритесь, не знаю, насколько вам видно, есть такой небольшой след от больших куснопов по периметру. Я не стала так уж тщательно ее проглаживать, потому что пока на данный момент я ее оформлять не буду. Если елочка и оформится, то она оформится к следующему Новому году, потому что сейчас это как бы уже не особенно актуально. Не успела я ее вышить к этому Новому году, хотя, наверное, даже если бы успела вышить, то оформить бы все равно не успела. Так что получается вот так. И поэтому пусть будет как есть. Потом перед тем, как отдать ее в багетку, я опять же с изнанки, наверное, хорошенечко ее намочу, хорошенечко проглажу. И уже готовенькую понесу в багетную мастерскую. Ну а пока пусть будет так, потому что лен достаточно такой омнущийся материал. Даже если я его разглажу, то после этого, если где-то чуть-чуть зажать, вот я сейчас туда-сюда эту работу тоже ношу, там то фотографировать то что. И есть на ней некие такие неровности. Это вот из-за того, что я ее брала, как-то перекладывала куда-то. И поэтому на льне остаются такие следы. Но я думаю, что при натяжке это все уйдет, это все уберется и будет все замечательно. Ну и практически все, наверное, я сказала. Лен у меня здесь тоже по ключу. То есть это Дьюти Лайнен от Цвайгра 28-й аккаунт. То есть, собственно, как здесь было указано, я решила именно этот лен и взять. Потому что, ну, только вот основы не было в этом наборе. Так, вроде бы я все рассказала. Теперь у меня есть вот такая красота. Я очень рада, я очень довольна. Мне процесс понравился, результат понравился. Миробилия как таковая мне тоже понравилась. Материалы замечательные. Получается, я всем довольна, что ли? Даже ничего плохого сказать не могу. Ну вот пару нюансов, да, по поводу того, что бисер не везде помещался в отведенное для него место. И что еще? Кстати, вот минусы. Как мне показалось, в схеме есть моменты, где ошибки. То есть в самой схеме есть ошибки. Почему я так решила? Потому что были такие места, которые вызвали у меня вопросы. К сожалению, я их не отмечала. Сейчас из того, что могу вспомнить. Это были пропущенные пустые такие прям квадратики на голубях. Я так понимаю, что вряд ли в голубях должны были присутствовать дырки. Как-то мне это кажется маловероятным. И были еще какие-то моменты, но боюсь, что я сейчас не вспомню. Были еще какие-то пропущенные места именно на самой елочке. То есть не на голубях, а на самой елочке. Но мне это тоже показалось странным, потому что когда она плотно-плотно зашивается и там где-то пропущен один крестик, мне кажется, это выглядит странно. Кстати, вот именно эти места я, видимо, еще и приняла за пропущенные мною крестики. То есть когда я вышивала по схеме именно крестики изначально, я, разумеется, оставляла место для пришивания бисера. Но там еще и были просто пустые квадратики, на которые я изначально внимания особого не обратила. А когда уже пришивала бисер, мне показалось странным, что там какие-то пустые места кое-где есть. И я решила туда либо пришить бисер, либо вышить крестики. То есть, значит, это не я столько много пропустила крестиков, потому что я прям очень удивилась, что у меня пропущены крестики в таком количестве. Ну, как-то это вроде для меня странно. Я, конечно, могу где-то что-то пропустить, но не так много. Вот, так вот в схеме нашла, где на голубях пропущены крестики. Вот, думаю, что вам видно. Вот на этом голубе вот здесь пропущен крестик. И на этом тоже есть вот пропущенный крестик. Ну, как по мне, это странно. Вот про те пропущенные места на елочке, которые я говорила. Ну, тоже довольно странно, когда все вокруг зашито, а вот тут такие пропуски. По мне так это странно. Поэтому я все эти, с моей точки зрения, странные места зашила. Может быть, конечно, это не сыграло бы какой-то особой роли. Может быть, нужно было оставить так, как указано в схеме. Но все-таки мне показалось, что так будет логичнее, так я и сделала. Так что вот, я нашла какие-то, ну, не то чтобы минусы, но какие-то нюансы, да. Если вы будете вышивать такую елочку, то я думаю, что вы сами решите оставить там именно пропуски или все-таки зашить каким-то близким, логичным, на ваш взгляд, цветом. Я вот предпочла второй вариант. Ну, а в целом, я, конечно же, очень довольна. Довольна тем, что попробовала Миробилию. Я теперь имею представление, да, что это такое. И если мне какой-то дизайн понравится, особенно сомневаться не буду. Буду вышивать, наверное. Хотя на данный момент мне, наверное, только один дизайн интересен у Миробилии. И то, пока я особо не уверена, что, ну, так уж очень хочу его вышить. Хотя у них есть еще елочки симпатичные. Но я не знаю, сколько елочек, да, можно вышить. Вот эта, например, елочка есть. Тоже красивая, интересная, такая более яркая. Есть и другие еще елочки. И различные дизайны тоже есть. Ну что ж, вроде бы я вам все рассказала и так достаточно много наговорила. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Я всегда отвечаю на все вопросы. И пишите обязательно, как вам эта елочка. Нравится она или не нравится. И какие дизайны от фирмы Миробилия вы хотели бы вышить. С большим интересом почитаю. Очень мне будет любопытно. Так что пишите обязательно. Если видео понравилось, не забывайте поставить лайк. Ну и подписывайтесь на мой канал. У нас впереди еще ждет много интересного. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok